Друзья, всем привет! Мы сегодня едем наконец-то отвозить вещи в школу-интернат для слабослышащих детей. Напаковали им кучу-кучу подарочков, еще багажник забит. Плюс везем вещи, которые мы привезли с Ростова. Раньше никак не получалось. У них школа сейчас ремонтируется, у них там идет капитальный ремонт. Поэтому дети ушли на дистанционное обучение. Вот сегодня наконец-то удалось их собрать перед Новым годом. И я вам поснимаю. Мы приехали, разгружаемся. Так, вытащили все из машины. Редактор субтитров А.Семкин Вот такие подарочки мы вчера напаковали. Тут тетрадочки, альбом, карандаши, краски и сладенькое. Скажите, а пару слов скажете о восстановлении школы? Скажу. Ну, очень мы рады, конечно, что у нас восстанавливают. Причем делают больше, чем мы ожидали. Ну как, восстановить-то должны были только лишь там, где попадания были. Но так разбито отопление, что пришлось менять все. Даже теплотно очень не надо. Мы очень рады. Мы очень рады. Батареи все срезали. Новые уже почти установили. Освещение. Проводка же залежит из сара-болоса. Как говорится, очень большое несчастье. А также полы срывают, утепляют их керамзитом. Обещают нам ламинат, на классах. Ну вообще, по московским стандартам. И оборудование слуховое тоже обещают установить. У нас было оборудование 15 лет назад, но оно уже все пришло в негодность. Где-то ковын аппарат. Это я имею в виду, поэтому пользовались слуховыми аппаратами. Но это не панацея. Не всем это помогает. Когда будет не приезжая на классах, а на аппаратурах. Со слуховым аппаратом на прогулки, в столовой, во время игр. А классы и выслуховы. Когда завершение, я планирую завершение рамки. Долго. Долго. Весь в лечебный год, вот так на дисциплинах. До лета приблизительно. Да, в августе, до августа обещают, столовую в последнюю очередь будут делать. До августа должны восстановить и столовую. Скорее всего, что и двор нам обещают сделать, и ландшафтный дизайн обещают сделать. Все очень шикарно. Сейчас много школ. Да, но есть какая-то возможность и учиться, и как-то ремонтироваться. У нас не получается. У нас все сразу получилось. И эти уже. Окопление нельзя выучить. И все, и учиться нельзя. Так что, вам большое спасибо, что вы деткам помогаете огромное. Ну вот, видите, находиться практически на дне. Вот сейчас администрация сидит в стройке. Здесь пустили нас на квартиру. Как мы с вами слышали, в школе проводится капитальный ремонт. Вот даже можно видеть, выкидывают всю старую мебель, все старые столы, стулья. И в школе будет абсолютно все новое. Даже обещали... Ламинат. Ламинат. Я думаю, ни одна украинская школа не знает, что такое ламинат. Во всяком случае, те, в которых я был. У нас был дешевый линолеум, который постоянно протирался и делали лапки на нем. И важно, да, что вы купили твои родители за ваши деньги. Да. О. У нас тоже так было. Ремонт полным ходом. Это наша вторая закупка. Снова закупили наполнитель, корма. Вот. Снова для животных, для Натальи. У нас сегодня день благотворительности. Сейчас едем к девушке, у которой три ребенка. Вот она буквально третьего недавно родила. У них сгорела квартира в общежитии. Вот. Они сейчас живут не в своем доме. Они остались без жилья. Вот. И мы решили поехать им тоже одежды отдать. И плюс всякие там игрушечки, вкусняшки деткам. Привезли вещи трем малышам. Я сейчас вам на обмен вынесу. Может, там просто нам тоже дали в роддоме, но там совсем на крохонек. 50 размер. Может, кому-то передадите. Это тоже, да? Да, да. Подскажите, как вообще пережили все это? Вы здесь были? С детками вывезли нас. Ага. Вот. Поэтому, но все равно остались без дома. Это не ваш? Нет. Это люди дали пожить там, пока они уехали за границу. А наш дом это вот возле Млечного Пути, который первое общежитие. А, общежитие, оно сгорело там, да? Да. Это тоже, да? Да. Наш дом разрешен. А вы... А вы... Как сказали, будут убирать. А заявление вы подали, так как у вас три ребенка, вам же должны дать квартиру. Вот, 5-го числа. Вот. И еще судебительство не получилось. Сказали, попробуйте, может быть, дадут жилье. А так, неизвестно. Ну, если по документам это ваша квартира была, то вам обязательно нужно дать. Ну, в том-то дело, что мы жили на пятом этаже, а мы снимали ее. А на первом этаже, где муж прописан, там как раз туда прилетело. Там тоже все разрушено. Вот, может, по его как-то прописки дадут. Поэтому... Оно все новое. Ирочка. Да, это вот как недоношенные мужики. Вот, вообще, маленькие-маленькие. Потому что мы большие. Получается. А ну, по-моему, так. Да, может, кому-то будет это. Спасибо вам большое за это. На здоровье. С наступающим вас. Спасибо. Короче, скупляемся деткам на Новый год. Накупили кучу-кучу контиков. Но это еще не все. Короче, запакованной коробки у них не было. Поэтому мы брали постучно. И сегодня, наверное, вряд ли... Нас все ненавидят. Простите нас, пожалуйста. Я просила запакованной коробки. Но, к сожалению, на складе не оказалось. Поэтому нам пришлось выгребать все со стеллажей. Закупили мандаринов. Думаю, что хватит. Если не хватит, приедем. Будем докупать. Детишкам. Вот это у нас намечается праздник. Один гнилой. Вкусные мандарины. Мы попробовали обязательно перед тем, как их брать. Очень сладкие. Вкусняшка. Тиме нечего делать. И он решил раскладывать на ленте соки. Совсем скучно, да? Кстати, в магазинах по состоянию на 27 декабря уже полупустые полки. Поэтому 31 декабря, я думаю, уже покупать будет нечего. Я сейчас нахожусь на левом берегу. И увидела такую улицу из финских домиков. Именно такой дом у моих родителей. Их строили пленные финны. И вот здесь вот дома, можно сказать, в первозданном виде. Вот так вот выглядел мой дом, наверное, изначально. Обычный шифер. Сверху мансардный этаж. Получается, просто обшит деревом. Вот такие деревянные окна были. Здесь деревянные ставни на первом этаже. Ну и кирпичный выхлоп. Кирпичная труба. Дом заброшенный. Окна разбиты. Калитка открыта. И таких домов очень много. А вот дом. Такой же практически, как у меня. Тоже второй этаж выведен. И первой шпаклевкой. Здесь вот такая ступенечка. Ну, как видите, был прилет серьезный. Второго этажа вообще нет. Ну, в принципе, как и у меня. Только люди дом бросили. Вот. Я думаю, что вот такое же было бы с моим домом. Если бы мы его бросили. Вот. Рядом с домом был какой-то большой прилет. Потому что здесь отсыпало землю. Вот. Как видите. И вот яма здесь. А вторая сторона дома выглядит вот так. Скорее всего, это дом был на два хозяина. Как, в принципе, и все эти домики. Они все были на два хозяина раньше. Даже наш. Вот. Получается, пол дома сделано. А пол дома нет. У нас тоже была такая пристроечка. Тоже деревянная. Папа просто все это достраивал. Облагораживал. Вот так вот выглядел мой дом до того, как папа утеплил его и сделал караедом. Очень интересно смотреть на похожий дом. Такой, как у нас. Такой, вот какой он был в своем первозданном виде. Ну, вот так вот. Сделаешь доброе дело. Покормишь собачек. А они тебя благодарят. Да? Я так понимаю, аж двое решили пометить. Не, трое даже решили пометить колесо. Все, он терпел неделю, что ли? Это что такое? Ну, это, наверное, три отблагодарили. Три сразу. Хотя тут было пять. Короче, мы купили кровать. Не спрашивайте, где. Но так получилось, что нам досталось там по очень хорошей цене. Я увидела объявление. Шесть пятьсот рублей. Кровать. Дерево. Натуральное дерево. Да, мы такую, конечно, в Ростове бы не купили за такую сумму. Стрессованный пыжик. Да, то есть она очень прочная. Мы ее не стали разбирать полностью. Все. Погнали. Такого еще на крыше у нас не было. Что же еще у нас будет на крыше, а? Матрас. Еще матрас? С Ростова? Мы что летим на нем? Эти. Пятиметровый линолюм мы еще не возьмем. О, а пятиметровый есть разве? Наверное, есть. Нам это предстоит узнать. А вот, кстати, интересный дом. Здесь половина дома целая, и его уже застеклили. А половина дома сгорела, и плюс здесь вот просто нет подъезда. То есть лестничные пролеты отсутствуют, и подняться туда невозможно. Ну, да и не нужно, там все сгорело. Это попадание, наверное, вот прям сюда было. Ребята, хочу вам показать дом, в котором плиты были провисшие. И вот как сейчас восстанавливают пол, здесь поставили арматуру, и будут заливать. То есть это будет залитый пол. И сейчас вниз спущусь, покажу вам, как там все это выглядит. Здесь вот стоит, стоят подпорки. Вот так вот все это интересно происходит. И я как бы спросила у строителей, и эта квартира будет жилая. Сейчас у нас в городе стемнело, и я решила вам показать дом СБУ, который я снимала днем. Посмотрите, сколько окошек светится. Ну, практически все квартиры заселены. Но заселены кем, я вам точно не скажу. Я не знаю этого, кого туда заселили.